Девушки отдыхают Текст сообщения пишем фломастером синего цвета. Что это еще за каракули? Без шпионских гаджетов здесь не разберешься. Нам понадобится телефон и шарик красного цвета. Срезаем кончик шарика, включаем на телефоне фонарик и натягиваем на него шар. Подсвечиваем текст телефоном. Красные линии растворяются в лучах фонаря. И синяя надпись становится четкой и читабельной. Для этого лайфхака нам понадобится маленький Милки Вэй. Разворачиваем. Шоколадный батончик можно съесть. Берем крышечку от флешки и вынимаем из корпуса чип памяти с USB разъемом. Обклеиваем флешку бежевым самозастывающим пластилином. Придаем кусочку форму батончика. Декорируем шоколадной пластилиновой глазурью. Маскируем под кусочек шоколадки крышечку от флешки. Добавляем блеск шоколадной глазури с помощью горечневого лака для ногтей. Запечатываем обертку горячим пистолетом. Флешка-вкусняшка готова. Какая же она аппетитная! На этот раз нам понадобится ручка и небольшой фонарик. Скрепляем их между собой при помощи термоклея. Шпионской ручкой можно пользоваться даже в кромешной темноте. Удобная подсветка фонариком позволит начертить карту или оставить сигнал о помощи в самых сложных для шпионской работы условиях. Просто и очень удобно! Секретное послание можно оставить и на обычном воздушном шарике. Надуваем шар и пишем сообщение черным маркером. Кладем сдутый шарик в конверт и передаем его подруге. На спущенном шаре надпись совсем не видно. Надуваем шар и получаем шпионское сообщение. Ааа, за мной явно кто-то следит! Для этого лайфхака нам понадобится пластиковый контейнер, сода, лимонная кислота и растительное масло. Высыпаем в контейнер соду. Добавляем лимонную кислоту. Капаем синий краситель. Поливаем растительным маслом. И перемешиваем ингредиенты. Добавим смеси блеска с помощью глиттера и серебристых звездочек. Еще раз тщательно перемешиваем. Заворачиваем записку в кусочек фольги. Складываем в маленький квадратик. Наполняем кислотно-содовой смесью формочки для льда. Утрамбовываем. Вкладываем в середину фольгу с запиской. Засыпаем синий смесью и прессуем. Даем сердечкам подсохнуть и вынимаем из формочки. Бросаем сердечко в воду. Нас ждет бирюзовая буря в стакане. При контакте с водой лимонная кислота вступает в реакцию щелочной содой. Эффект просто бомбический. Все шипит, бурлит и переливается блесками. Ну а что это? На поверхность стакана всплывает секретная записка «Дайвер» в алюминиевом гидрокостюме. Записка немного намокла, но все еще способна поделиться секретными данными. Далее по размеру ноги вырезаем из фоамирана подошвы и распечатываем следы дикого зверя. Нам понадобится плотный картон. Вырезаем по шаблону когтистые лапы. Всего нам понадобится две пары следов. При помощи двустороннего вспененного скотча склеиваем картонные детали друг с другом. Горячим пистолетом крепим заготовки на подошвы. Приклеиваем резинку. Обуваем шлепанцы с лапами, окунаем их в краску и крадемся мягкой тигриной походкой по коридору. Вместо обычных следов на полу остаются следы дикого зверя. Странные звериные отпечатки обескуражат и собьются следа даже Шерлока Холмса. Миньон – находка для шпиона. Расскажем, как сделать тетрадь для настоящего разведчика. К обложке обычной толстой тетради крепим изображение миньона. Аккуратно вырезаем зрачок. Размещаем телефон на уровне отверстия. И вырезаем по контуру углубления в толщи листов. Пытаешься списать на контрольной? Это школа шпионов, детка. Здесь каждый учитель – дипломированный спецразведки. Я слежу за тобой и фиксирую на камеру. Передать напарнику тайную карту сокровища – миссия номер один. Все должно быть конфиденциально. Как же это сделать? Идея – сделаем скретч-карту с защитным информационным слоем. Для начала заклеиваем изображение скотчем. Нам понадобится краска и жидкое мыло. Смешиваем ингредиенты в равных пропорциях. Малярной кистью покрываем карту раствором. Делаем несколько слоев и даем тщательно высохнуть. Непринужденно протягиваем другу книжку. Так здесь ничего не видно. Без монетки не обойтись. Ребро монеты стираем серебристый слой, и тайная становится явным. Наблюдать за подругой, не попадаясь ей на глаза. Тебе срочно нужен перископ. Сделаем его из подручных материалов. Нам понадобятся пластиковые водопроводные трубы, две типа колена и отрезок ровный, а также два небольших зеркальца. Крепим изогнутые части с двух концов ровной трубы вот так. Вклеиваем в них зеркала под углом 45 градусов. Поднять перископ – легкий способ остаться незамеченной. А в этом лайфхаке расскажем, как замаскировать рацию и сделаем наручный чехол в виде панды. Нам понадобятся два листа фоамирана – белый и черный. Из белого фоамирана вырезаем два овала. Склеиваем их между собой, оставив отверстие под рацию. Выдавливаем капельку термоклея и крепим ручку резинку. Из черного фоамирана вырезаем детали мордочки. Крепим их к чехлу. Делаем панде розовые щечки. Вставляем в чехол рацию и надеваем его на руку. Очень удобно. Белка-белка, я панда. Как слышно? Прием. Во имя Пинки Пай, сколько же здесь деталей? Собрать их воедино, ты узнаешь главный секрет. Для секретного послания можно использовать все, что угодно. Даже этот детский пазл с пони. Складываем из пазла картинку, переворачиваем головоломку, зажав ее между листами. С секретным синим фломастером оставляем напарнику тайное послание. Разбираем картинку на части и перемешиваем их. Для следующего шпионского лайфхака тебе понадобится кола. Кока-кола. Наливаем напиток в стакан. Окунаем в него кисть и сочиняем текст секретного сообщения. Даем Кока-коле высохнуть. Получив по почте пустое письмо, настоящий шпион сразу включит тостер. Но движет им не голод, а любопытство. Опускаем записку в тостер. Под действием тепла на листе проступает текст. Усилим нашу шпионскую экипировку подзорной трубой собственного производства. Нам понадобится картонная трубка, бумажный стакан и две лупы разного размера. Обклеиваем трубку блестящей скраб бумагой. Вынимаем из лупы увеличительное стекло. Используя горячий пистолет, крепим стеклышко к трубе. Вырезаем у стакана дно. Лупу большего размера приклеиваем к горлышку стакана. Вставляем трубку в стакан. Готово! С помощью подзорной трубы с нескольких шагов можно рассмотреть даже мелкий шрифт книги. Что это спрятано за батареей? Записка от поклонника? Нет, внутри свитка всего лишь карта. Что бы это могло означать? Настоящий шпион знает, что делать. Поджигаем свечу и хорошенько прогреваем бумагу. На карте появляется секретная разметка. Все на поиске пиратского клада. Ну а мы пока расскажем, как сделать фломастер-невидимку для шпиона. Нам понадобится лимонная кислота, фломастер и вода. Надеваем резиновые перчатки и разбираем фломастерные части. Промываем стержень под проточной водой до полного исчезновения красящего пигмента. Разводим лимонную кислоту в небольшом количестве воды. Набираем шприцем кислую смесь. Вставляем стержень в корпус фломастера и заправляем раствором. Шпионский фломастер готов. При нагревании невидимой линии проявится коричневым цветом. Почитаем что-то новенького у звезд Голливуда. Но жизнь окружающих все-таки намного интереснее. Куда это интересно, так деловито пропала моя подруга. Нам понадобится обычный глянцевый журнал. На одной из страничек прорезаем два отверстия круглой формы. Занимаем удобную позицию в мягком шпионском шузлонге и начинаем наблюдать. Теперь мимо тебя даже мышь не проскочит. А для этого шпионского лайфхака нам понадобится обычная восковая свечка и листочки для заметки. Наносим свечкой надпись. Кладем листочек в книгу. Вместе с синим фломастером незаметно подкладываем на стол подруги. Интересно, она догадается, что делать? Открывает книгу, достает листочек. Что же дальше? Но подруга явно в курсе моих шпионских штучек. Она закрашивает фломастером листочек и теперь может прочитать мое сообщение. Фломастер не пишет навозки, поэтому следы от свечки остаются незакрашенными. Это же элементарно, Ватсон. До встречи на Бейкер-стрит 221-Б. Подруга жалуется, что у нее слишком много работы, а сама почти все время прохлаждается в тенечке. С нашим супергаджетом для скрытой видеосъемки теперь ей уж точно не отвертеться. Для изготовления шпионского устройства нам понадобится пол-литровый пакет из-под сока. Отрезаем одну из стенок коробки. Отмечаем местонахождение камеры на телефоне и проделываем под нее отверстие. Помещаем телефон в сочное укрытие. Вставляем трубочку в упаковку и натягиваем кепку на глаза. Включаем на телефоне камеру и подбираемся поближе к объекту слежки. Пока она думает, что я просто пью сок, все ее преступные действия фиксируются на камеру. Так, а кто это пил из моего стакана? Где-то моя шпионская лаборатория. Обучим тебя хитрой технике по снятию отпечатков со стеклянных поверхностей. Нам понадобятся сухие тени для обед. При помощи кисточки наносим тени на стекло. Стряхиваем лишнее. Следы пальцев становятся явными. Приклеиваем скотч на отпечаток пальца. Аккуратно снимаем. Наносим данные про отпечатки пальцев в специальную шпионскую базу. А теперь проверим, можно ли разблокировать таким отпечатком телефон. Приклеиваем скотч с отпечатком на палец. Проводим пальцем по сенсору. Работает! К сожалению, с телефонами нового поколения трюк не проходит. Ставь лайк этому видео и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики от Трум Трум Селект.